Это большая беда. Никогда преступление не исцеляется в одном поколении. Увы. Вы приезжаете в сегодняшнюю Испанию. Все вроде бы так хорошо, демократично. А когда вы начинаете говорить с людьми, очень быстро разговоры переходят, где они были во время гражданской войны. Кто кого расстреливал. Или монархистов расстреливали красные, или монархисты расстреливали красные, или франкисты, или баские сепаратисты. И пошло-поехало. И всегда будет рассказано, и даже в 19 век идет эта история. Потому что понятно, что не в 30-е годы все в Испании началось на самом деле. Вот то же самое и в России. Понимаете? Это большая-большая предыстория всего этого. И Сталин есть лишь такое наиболее яркое проявление, ну скажем, то есть частное общество, которое себя кровью связывает с коммунизмом. Кровью связывает с коммунизмом. Я думаю, что постепенно при правильной педагогической политике, при честном объяснении, при работе исторической психологии, мы преодолеем этот феномен. Но, к сожалению, сейчас его часто не только не преодолевают, но политики его эксплуатируют. От чего стоит одно желание Лужкова вывести портреты Сталина, празднуем 65-летие Победы. 65 лет Победы, как бы не относиться к Ро или Красной Армии, это великое событие. Великое событие. Так вот Лужков это событие оплевал, тем, что хочет повесить портреты Сталина. Спасибо. Меня зовут Илья Федоровна. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить вас, Андрей Порисович, за ту работу, которую вы проделали вместе с вашими коллегами, потому что получилась не просто очень большая книга, а очень важная и нужная книга. Книга, которая, ну, в общем, позволяет как-то нам, читателям, бороться с фальсификацией истории, о той самой, о которой пытаются бороться эти самые комиссии. И тут я вспоминаю, знаете, слова, по-моему, Джорджа Овера, о том, что тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Сегодня, к сожалению, в России пытаются контролировать прошлое. И понятно, что ваши книги вызывают споры и даже рублини. Но я бы опять-таки вспомнил слова известные о том, что я слышу звуки одобрения, в сладком ропоте хвалы, а в диких криках ослабление. Вот это значит, если эти крики есть, значит, ваш книг достигла цели. Но я на этом остановлении не буду больше хвалить, хотя можно очень много сказать добрых слов по поводу книги. Единственное у меня, знаете, небольшое замечание, по поводу Франка. Вы говорили и сказали, наверное, справедливо, о том, что испанцы проклинают Франка. Не все, не все. Это общественное деление. Но я бы хотел представить себе, что было бы, если бы победил не Франка, а коммунист. Ужасно. Вот кого бы тогда проклинали? И какими словами? Но кто-то бы и восхвалял, как сейчас Сталин. Ну, понимаете, говорили вы там... Я учу мнения в испанцах, вы знаете. Все, наверное, хороши. У всех, кто знает. Да, но вот такой вопрос. Он связан даже не столько с историей Советского Союза, а с историей более поздней. Вот идут споры о том, можно было где-то в 91-м, 92-м году, когда компартия была, так сказать, деморализована, когда военный промышленный комплекс не понимал, что было то, что же было. Вот не было ли тогда возможности провести то, что провели в некоторых восточноевропейских странах? Станцию, запрет занимать должности в госаппарате, выход с МСКГБ и так далее. То есть не было ли тогда возможности, и не была ли это возможности Пущина совершить действительно вербок в какой-то награде? Спасибо. И можно еще второе вопрос. Сегодня, к сожалению, политические силы в России раздроблены и, в общем, не очень уши с активистой политической обедой. В чем причина? В том, что лидеры не смотрят уже вовремя с вами, или что же лучше? Спасибо. Знаете, вы задали, вообще здесь в зале задают настолько глубокие вопросы, что надо писать новые и новые книги. Ну и хорошо. Вот, конечно, хорошо. Вопрос только, кто будет их писать. Значит, это действительно огромная проблема. Могли ли мы пойти тогда? Кстати, в этой книге есть специальный раздел, присвященный именно этому вопросу. Восточноевропейские и постсоветские пути декоммунизации. Они, конечно, разные. Восточноевропейские страны так или иначе все осуществили, во-первых, что много вождей даже государства, право преемства срокоммунистическим государством. Второе, вытекающее из первого, провели реституцию прав собственности. В чеке это хорошо известно. Вот. Иллюстрация. И изменение исторической парадигмы. То есть борцы с коммунизмом стали героями, а те, кто насаждали этот народный режим, стали в той или иной степени преступниками. Ну и тут же иллюстрация понятна. Кстати говоря, и осуществили еще одну очень важную вещь. Все страны Восточной Европы, это они восстановили права людей и их потомков, которые были вынуждены покинуть свои страны после установления некоммунистической диктатуры. То есть во многих странах вернулась эмиграция, или ее часть, вернулась на реституированную собственность, то есть не на пепелище, и стала принимать участие в политике, то есть принесла некоммунистический дух во всю жизнь. Другое дело, что этот дух не вытеснил того, что наделали здесь за полвека, но все же значительно улучшил атмосферу. Фоточка была открыта. Но дело в том, я много думал. И, кстати говоря, я буквально с 93-94 года последовательно выступал за вот этот путь для России. Но постепенно стало понятно, что проблема глубже, проблема заключается в том, что повсюду в Восточной Европе, включая даже ГТР, всюду существовала контр-элита, которая не была до конца уничтожена коммунистами. Понимаете, эти люди ушли с политической жизни, но они остались, как нравственный авторитет, уж помню того же Гарлова, скажем, будущего президента. Или каких-то деятелей польских, Польша, это еще и католическая церковь. Вот. А в России контр-элита была уничтожена, причем уничтожена не в 50-е, 40-е даже годы, а была уничтожена в 20-е, 30-е годы. На самом деле, по-настоящему, вот это очень легко посмотреть, где возникают действительно достаточно мощные, демократические, анти-тоталитарные, антикоммунистические движения. Они возникают в бывшем Советском Союзе, там, где земли не были присоединены до 39-го, 40-го года. Вот, например, в Бессарабии, в Молдавии, там, безусловно, при всей нищете Молдавии, там, безусловно, более здоровое общество, чем в Террасполе, в Левомережной Молдовии. Украина во многом держится, как в общем, все-таки, флюориалистическое общество, при всей их проблемах, глупости, продажности, коррупции, благодаря тем областям, которые не были в Советском Союзе до 39-го года. То есть, это Волынь, это Голица, это Букавина, это Закарпатья. Прибалочка, ну, понятно, тоже самое. Вы понимаете, это говорит о том, что именно страшный период между первым Голодомором и Большим Террором, это было то время, это были те 20 лет, когда было сломано шея общества полностью. И это произошло на большей части территории Советского Союза. Даже в той маленьком кусочке России, который не был до 40-го года советским, это Изборск, Печоры, вот эта маленькая, Пыталова, там другие крестьяне, где там осталось коренное население, оно его немного, ну, а там другие люди, я там специально беседовал с людьми, выяснял это. Вы понимаете, вот эти 21-х лет, это самые страшные годы, годы полного и тотального уничтожения общества. Поэтому не было контролюбинга, поэтому некому было обратиться. Пассионарии были, но, как сказал Высоцкий, Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и мало вожаков. Понимаете, вот действительно буйных, антисоветских буйных, настоящих, узнающих, помнящих прошлое, было мало, все это уничтожено. Здесь, в Чехии, в Трибалтике, люди помнили, как жили до 40-го года, идеализировали это, хотели восстановить старую жизнь. Ну, старую жизнь, полярку восстановить не удалось, но, по крайней мере, с коммунистическим удалось спокойно. А у нас не удается, потому что в любой жизни люди в основном не помнят. И вот восстановить эту память жизни и дать альтернативу, это тоже была задача для людей. Попробуем.